бали всех приветствую дико извини за столь долгое ожидание потерял что-то времени было разобраться с упаковка посылки по помощи вопрос советом так у нас 12 финал как слово говоря поехали а и 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 так нам надо в нижний город правильным вот этот сундук не надо открывать чтобы получить клевое оружие так давайте еще поизучаем тут старик даланда сказал мне как однажды это место было в огромном хранилищем это объясняет проход к южным вратам тогда они передвигали караваны из гиза плен через южные врата им нужны были двери столь огромные час которому как этих что можно было пройти и в итоге к сожалению работают теперь только эти врата ванн это ведь ты не могу свой когда последний раз я видел тебя сечающим старика далан и блин я не знаю имеет ли смысл не бесит много npc и типа со всеми говорить не со всеми дети любят слушать историю старика далана и по сути ты можешь следовать за звуками их хохота для того чтобы дойти до его двери магазина в округе у них проблемы с ассортиментом со времен войны и и торговцы у которых много всякого разного они во внутреннем дворе полагаю это что-то контри ярд вообще не помню как у тебя успехи игорь по нового давно не видел тебя так перри защищает нас теперь если империя нас сейчас защищает то как же мы будем почему мы сражались с ними ранее как-то для меня это непонятно привет раз но подумаю о том чтобы направиться в нольбину и попробовать найти новую работу связано с реконструкцией зарплата хорошая но труд тяжелый блин едить-то фигасе поле на я проходил снесу версия нет и как тебе в целом 1 дк на нессе 2 это снесовской версии играешь в целом Блин, мог бы поиграть в снесовскую версию или в ГБЦ, чтобы увидеть эволюцию графовни или еще чего-то. Так, моя дочь не желает со мной разговаривать, пока мы не уйдем из места подобного этого и говорит то, что это неправильно детям, которые теряют своих матерей. Это ведь империя. Сторглась так. Че нас заставляет жить таким образом? Блин, а по-моему... А, во втором ДК. Блин, в 2 ДК там есть пару мерзких моментов. Так что удачи тебе. Не важно, сколь высокие речи консул новый толкал, им не одорачить меня и я не буду сидеть, пока они обращают нас в империю. Ни денег нет работы. Стал я клянчить. Видишь того сидящего мужчину, говорят, что он был воздушным пиратом. Не знаю, настоящий он или лжец. Сражаться против империи. Конечно, здорово и хорошо, но этого недостаточно. И надо найти что-то большее, чтобы жить. Мечту, которой следовать. И я не знаю, в каком мире он рос, однако, покуда есть люди, которые следуют своим мечтам, они не будут плохими. Блин, там просто в ДК во втором, перед самым концом, надо прям массово гриндить. Даже в SNES версии. А там немножко упростили систему левелов и прочего. Поэтому на NES, мне кажется, больше прям гриндить-гриндить. И еще там был момент с... С поиском семи предметов и один предмет очень приятный. Приятный менек. Ну, блин, у меня марафон Final Fantasy начался еще три года назад. Мы проходим игры серии Evalos. Уж извините, что 12-финалка поочередности. Следующий должен быть Star Ocean 4, либо же RPG с Xbox. В общем, мне очень жаль парня, продающего товары вовнутри двора. Ведь никто ничего не покупает, и не он. И я не хочу, чтобы подобное произошло со мной. Я собираюсь разбогатеть. По черному. Во второй части будешь фармить еще более... Мощно. Хочешь ли ты в верхний город? У меня тут клаустрофобия развивается. Блин, я хочу в 16-финалку играть. На самом деле, я что-то у меня hype train начался, но у меня нет денег на игру, поэтому у меня... Моя финалка дома. Так, думаю, что мечты становятся в ябью. Или это просто способ нам сбежать от проблем? Однажды страшно выглядящий мужчина сказал мне, что мы вернем наше королевство. О, я даже знаю, кто это поход делал. Если я это запомню, потом кое-когда вспомню, будет прикольно. И если это правда, то значит и мне нормальными считать. А у меня PlayStation 5. Я ее зимой покупал. Не, а что там играет? Топы экшен? Блин. Жаль. Я видел то, что там... Я посмотрел платину, как выбивать в 16-финалке. И там есть какие-то кольца а-ля автового ворота автохила. Я такой, что? И все. Мои познания в 16-финалке нулевые. Я вообще не знаю, что там. Вот. Но мне просто хочется, да. Но как-то пофиг. Ну, ты можешь оказаться в канализации. Береги себя. Они кишат монстрами. Особенно за элемент... Ну, осерегайся элементалей. Если можно. Для FH... Да не обязательно. Я хочу диск купить. Я же RPG на дисках покупаю. Можешь на YouTube посмотреть... Все игры, которые у меня куплены. Я их показываю на камеру. Какая-то у меня в 16-финалку буду на диске покупать. А там пофиг. Вставил в консоль, доиграешь. И не надо ничего покупать на АК. Не, турецкий АК у меня есть. Я как бы купить могу. Мне деньги жалко. Я на вебку каплю. А, это я уже читал сообщение. Я знаю, где можно диски купить. Например, на PlayAsia через криптовалюту. Они доставляют в Россию, например. На Авито барыги есть, которые лицензионными дисками торгуют и закупают непонятно где. А, там что-то свиньи шаверн слопал с хлопеньем. Блин, у нас шава испортилась. Потому что новый повар. Я не знаю, может тот в командировке вернется когда-нибудь. Я шавы давно не ел на самом деле. О, не, а я вебку сказал? Микрофон. Я на микрофон каплю. Я в Телеграме, ВКонтакте, в диску. В городе написал модель. И я хочу просто новый микрофон. Чтоб вам уши не насиловать. Больше ни за чем не нужно. Ну, кстати, второй Спайдимэн, да. Я бы хотел поиграть. Но, видимо, со скидкой поиграем. Когда-нибудь. Не-не-не-не-не. Я оговорился, простите. Саус-права, вот он. Саус-права, это топ. А, нижний город делится на две части. Типа, север с северу, юг с югу. Так, я устал, короче, речи переводить, поэтому... Посмотри, какие мечи. Они прекрасные. Но они не продаются. Но ты на них посмотри. Так, этот недоволен речами с ластными. Понсула. Скажешь, я еще за место. Ладно, странное место. О, родители мне рассказали о том, как мы в итоге стали жить под землей. Конечно, почему же и нет. Они рассказали мне, что мы все жили над... Мой дом был тоже там, однако я не помню. Однако потом, когда разразилась война против империи два года назад, Далмазка проиграла. И в итоге мы стали под контролем империя. И именно тогда имперцы пришли в Рабонастра. И они приказали каждого спустить сюда вниз. Имперцы позволили нам делать то, чего мы хотим, полагаю. Но они не позволят нам жить, где мы хотим. И что-то в итоге все еще под их контролем. Хочешь ли ты услышать продолжение? Конечно. Конечно. Однако... Ммм... Ну, жить здесь не невозможно. Даже для нас, для макьянинов. Однако требуется множество денег. Чем больше денег получу. В общем, мне так-то плохо. Хочешь оба жить? По крайней мере, имперцы не спускаются сюда. Ну, возможно, они просто опасаются этого места. Но оно, наверное, и к лучшему, так мы думаем. Ведь если что-то произойдет, легче разобраться среди своих. Ведь это имеет и смысл. Угу. Окей. Да, мир был. Не, come on. Я скажу... Marvel Midnight Sets я хочу физики купить. А второй Spudyman я готов на турецкий аккаунт купить. Поэтому... Подожду, когда там будет скидочка хотя бы 50% в турецком магазине. И тогда можно поиграть. Break my heart, I'll have fun. А, этот сирот жалеет, потому что им тяжело жить. Есть группа людей, которые работают бесплатно на Далмазку. Прямо здесь, в Трещобах. Не хочешь с ними связываться? Понял тебя. Новый имперский консул. Какая разница? Ну, короче, вы не забудьте от... Мена власти в городе. Унион болт. Это про парад говорит, а про ограничения. Короче, шуферост... Санкции, да, они есть. Некоторые вещи трудно добыть. Но при всем желании, как бы... Надо просто знать места. И, в принципе, добыть все можно. Собственно, мне две посылки с играми... Плывут, летят, едут, не знаю. Например, с АЖРПГ Мегамэном сборников. Вот. Единственное, да, придется кругленькую сумму выкладывать. Увы. Игры по 6 и 8 тысяч уже не миф. А ведь раньше мы все шутили на этот счет. А, это та, где мы крысы улупили. Двери открыты. Значит, это проход в канализацию. Ага. Мой муж умер, защищая меня. И моего сына во время войны. Я рада, что я смогла выжить. И рада не только, что я, но и наш ребенок. Ведь никто не хотел бы, чтобы он в одиночестве рос в этом мире. Ну, короче, консул будет говорить, что хочет, но ему крестьян не обмануть. Так, это не хочет втанять с передным перцем. Эдж такая. А как вывеску почитать? Личные апартаменты. Дверь крепко закрыта. А, а, понятненько. Пишет дом в углу, но сейчас он пустой. Человек, который живет там, недавно проходил. Он сбежал из Навудиса во время войны. Бедный он, если я не ошибаюсь. А, я не ошибаюсь. Того, кто смеется в магазине напротив. Его домовладелец. У нас за ребенка приняли. Когда с детям ничего не продаем. Как много детей. Ой, короче, да. То, что я хотел, я узнал, полагаю. Так, это зло опять на имперцев. В общем, ребенок рассказывает то, что взрослые сказали, что в трущобах жить невозможно. Однако, либо они смирились, либо сдались. Но в итоге, больше так не говорят и живут. В общем, жалуются на парад. А то, что он во время того, как имперцы чуть ли не дали ходить и выходить свободно. Чуть дождь не потерял. Потому что было суматох и прочее, и прочее. Так, ладно. О, это ведь вон битель крыс. Пришел за подсказкой, как угрозить нечто больше брони у восточных ворот. Тоже об этом слышал. Быть может, я не особо мудр, но знаю многое. Они получат, что заслуживают когда-нибудь, поверь мне. Знаете, с ним не за этим. Расскажи. Я бы хотел узнать, как можно пробраться во дворе от. У них там наверняка много клёвов вещей. А ты в карман со словами не лезешь. Империя защищает все, что ей принадлежит. В том числе и дворец с сокровищами. Ну, поэтому я и хочу проникнуть туда. Вернуть то, что принадлежит нам. И так наш покоритель канализации благородный поступок пошел похвально. Возможно, я смогу помочь тебе. Вспомнил я тут один слог. Прекретный проход в подвале дворца двери и заряженные магии камня. Что откроет путь. Да, и вот именно из-за этих. Поэтому я пришел к тебе. И где этот магический камень-то? Ох. Он мне уже много лет здесь. Если я правильно помню, то, наверное... Я высошел все, что нужно. Итак, это камень Кресцентра. Можно ли мне его заплачить? А как я смогу найти секретный проход в воду? Ой, затем я смогу найти секретный проход в дворец. Верно? Плохой из тебя, слушатель. Блин, Кресцентр полумесяц. Камень полумесяца потерял свою магию. Без силы солнечного камня он будет бесполезен. Ну и хорошо. А где меня достать солнечный камень? На равнине Гиза. Поговори с кочевниками там, и там найдешь свой солнечный камень. Камень. Идивери через южные врата. И продолжай идти на юг. Их деревни не так далеко. И звери будут на равнинах. Будь осторожен. Не за чем переживать за меня. Мигом я вернусь. Наверное, ты хочешь поговорить с муглом из гильдии картографа в Южной Плазе перед тем, как ты покинешь Гизу. Карта тебе не помешает. Так, картограф. Гильдия. Южная Плаза. Ок. Ты управляешься в Гиза Плэйн? Будь осторожен. Так, Гиза Плэйнс это прямо там. Я практически у южных врат. Это легко. Блин, кстати, по поводу еды. Мне кажется, в KFC подняли ценник. Вновь. Потому что, по-моему, обед с боксмастером стоил 300 рублей. А теперь он стоит 350. А за 300 ты можешь получить обед с питой. И это такое, потому что пит не особо сытно в сравнении с боксмастером. И в итоге я решил брать Омега Ролл по наводке шарфика. Там, по сути, три стрипса. Все залито кетчупом и картошка фри. Кетчуп не к месту, но типа покатит. И мороженку сверху докупать в палатке с мороженым. Блин, а магазин с оружием открытый или еще нет? Блин, мне сейчас кинжалом надо бомжевать. Ну, типа покатят. Омега Ролл. Он большой. Шарфл сытнее, конечно. Потому что там жира больше и прочее. Масло и так далее. Но шарфл хорошее надо найти. Ой, а мне лучше, наверное, воровать, а потом колотить, да? Всяких королей. Ой, я тоже гиза плей. В додопицце, кстати, новая пицца появилась. Пицца Жюльен. Не знаю, когда я буду ее заказывать, но я же... Наверное, я об этом напишу в Телеграме. Свою ненужное никому мнение. Блин, я не знаю, имеет ли смысл бегать или нет. Ну, я заказываю пиццу раз в неделю, получается. По окончанию дня. Ой, рабочей недели. То есть я, в принципе, ничего... Ну, я домашнее еду обычно ем. И вот иногда по средам выхожу 50-50. И в конце рабочей недели. Единственное... Я в додо 3 недели, по-моему, не ел. Экономил, так сказать. Сейчас вроде зарплата пришла, мама. Можно побаловать себя. Вот, ну да, я согласен. Типа, ужин за 700 рублей, это что-то дорого-богато. На самом деле. Ну, а этот сундук... Ресается. Блин, а так можно было каким-нибудь альтернативой найти. Ну, мне. Место додо... Ну, я слишком ленивый, у нас вообще ничего почти нет. Я уже рассказывал. Прежде всего в Москве, а у меня даже Киевсе рядом нет. В него ехать минут 30. О, вот картофель. Я путешествую ищу мугл. Монстры. Во время дождя здесь очень опугающе. Засуха должна здесь продлиться еще долго. Однако, будь осторожен, когда идет дождь. Большие шары молнии могут появиться. Хочешь ли ты купить карту? Блин, можешь не возвращаться к 13-й. Лучше забудь ее, как страшный сон. Ты пришел с города, наша деревня может быть и маленькая, но мы здесь всем рады. Наша деревня передвигается в зависимости от сезона, когда начинается дождь. Гиза полна воды, и мы не можем оставаться. Извини, но можешь ли ты вернуться попозже? Пока работы не закончу, играть я не могу. Видел ли ты темные кристаллы? Не все хорошо переносят жару в Гиза Плэнс. А, ты ищешь солнечный камень? Так ты пришел в правильное место. Их делают лишь только здесь, в Гизе. Они довольно ценные. Мы их не раздаем, кому попало, кто проходит через наш лагерь. Понимаю, что мы сделаем и продаем эти камни, чтобы заработать деньги, которые нам нужны для выживания. Однако, возможно, мы сможем договориться. Хочешь ли выслушать мое предложение? Чтобы создать солнечный камень... Камень... А, нет. Ну, короче, чтобы создать солнечный камень, мы отдаем его детям из нашего лагеря. Они ходят по равнине, путешествуют от темного кристалла до другого темного, поглощая свет из кристаллов с помощью темного кристалла. Один из детей от Джина еще не вернулся. Из деревни он вышел с нашими запасами камней тени. Если найдешь Джина, расскажи ему возвращаться в лагерь. И, возможно, один из солнечных камней он отдаст тебе взамен. Некоторые из детей говорили, что они видели его в южном лагере. Так что, возможно, перед тем, как уйти, лучше поговорить с ними. Пожалуйста, найди Джина и скажи ему возвращаться. Пенелло, что ты здесь делаешь? Тот же вопрос и тебе. Хотя и так ясно. Дело у тебя плохо? Ну... Вообще-то все хорошо, да? Значит, ничего страшного, если я пойду с тобой. Да ладно, не переживай. Блин, что? Блин. Короче, что... Да, там про Мигелу было, я поломался. Обгадаю, что я видела Джина в южной части равнина. Там он был рядом с маленьким кристаллом. Я спросил, желает ли он вернуться в лагерь со мной, однако он сказал, что ему нужно некую работенку завершить. Устал этот на юге деревни. Я малость переживал, поскольку Джин выглядел малость побитым, однако... Но я надеюсь, он не переусердствует. Ну, любопытно, все ли с ним в порядке. Блин, а я с ними-то курлыками могу поговорить со всеми, что ли? Я не хочу с курлыками говорить. Я не переживаю, они не кусаются, как Атриса прирученная. Разве ли они не самые милые, что там видел? Нет. Конечно, я знаю Джина, Брава. Повалил камни солнечный, которому он делал. А так, я думаю, что из-за этого тот будет ему завидовать. Я просто не понимаю. Чего они не могут полазить друг с другом? Ну, мужчины работают, девушки тут всеми делами занимаются. И даже дети принимают в мужской работе участие. Они допускают ошибки, конечно, но они на них учатся. Здесь довольно жарко в Гизе, однако не все так плохо, если можешь найти хорошее место в тени. Будьте осторожны, прежде чем уйти на равнины. Наши дети не уходят без подготовки. И ты не должен. Приятный Ланжело? Не знаю, я не помню. У меня этот шоколад, по-моему, 90, что ли, рублей. Пожалуйста, найди Джина в пятерочке, по-моему. Это было недели три назад, и в итоге я только сегодня ее достал. Пожалуйста, найди Джина, верни его в лагерь. Ну да, я помню. Угу. Блин, а я, по идее, на охоту могу пойти, нет? Так, а Пенелла это кто? Но мне хиллеру нужен, да, наверное? Что мне хилл он делать? А ну, как раз мы игры на Xbox'е завершим. Как только, так сразу наланчил. Главное, чтобы надонатили на марафон МГС. Эй, Ван, позволь тебе передать это перед тем, как мы двинемся дальше. Разного рода монстры снаружи... Да, 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 да. За пределами деревни. Так что чрезмерная осторожность не повредит. так раньше что путешествовал один однако теперь ты будешь со мной путешествовать в команде ваша давать приказы союзников своей команде как кто-то делал это был будучи один я могу принимать собственные решения касаемо того что делать также однако ты можешь мне отдать уникальные команды и они будут в приоритете уловил суть и еще кое-что если ты не хочешь чтобы я сражалась сама можете да мне отключить мои гамбиты когда гамбиты отключены я не делал ничего пока мне не прикажут должен думать сам об использовании гамбита это вроде мы нажимаем то битва что готов идти ну блин так неинтересно типа ванна джин должен быть где-то на виде деревни южнее деревни если мы в округе то мы его найдем да гамбит это очень прикольная система твоих напарников которые можно настраивать я вот всегда ругаю блин а где гамбиты простите я всегда ругают то что у них отвратительная систему поведения персонажей и то что они делают не то что надо и в итоге меня дико бейс от элсов когда там искусственный интеллект делает за пределами моего понимания как такового вот поэтому гамбит это супер крутая тема которая позволяет настраивать искусственный интеллект и вот для людей которые делают автобитвы союзником не дают им контроля или еще чего-то потом надо брать пример с 12 финалки но почему-то я только не играл в игре а играл я в них довольно мало современные я в не видел что подобные вещи они заимствовали но как по мне это очень прикольные фичи на самом-то деле но я вот об этом и говорю шокер раз то что гамбиты это очень клевая тема для того чтобы настроить поведение персонажа так а лучше чем настройки как сражаться еще делать тэлсов иногда там это не критично иногда это супер критичным а я наложил мне ответил это так не интересно анжела типа заказывать кучу игр для ps2 чтобы пройти их и собрать донат гол для того чтоб потом марафонить мгс это не весело а у нас и так марафон нельзя гайдом а после иксбокса есть ничего не наберется тогда будет марафон ве и нам надо будет на плойке 2 фото фрейм и пройти так что там ты сможешь заказать своего агента на 07 я думаю это примерно зимой и будет то что на ве эксклюзивная fatal frame а до них было бы неплохо пройти предыдущие части они как раз на плойке 2 с 1 по 3 подождите а как выглядит много а тут можно перевод того что я тут вижу битвы ромбики наверное гайдена будут не те которые на плойке 3 а те которые на ну у них было переиздание на ps4 у меня есть физическое издание поэтому будем его проходить вот будет еще ниндзя гайда на sega мастер систем ниндзя гайда на game gear ниндзя гайда на нинтендо ds и спин-офф ниндзя гайда на который яйба а у меня денег на пушку подожди альтаир минус 8 даггер лучше пушки смешно так что по сути мы пройдемся не из-за гайда на кроме досовского по моему не я но это про яйба что ли что он слишком кринжовые да я не согласен он просто не похож на ниндзя гайда и да там вот это аниме стилистика но я бы сравнил наверно с аками визуально я просто в яйбу играл я сгорел на третьей миссии что ли а а ты про ремастера видимо да просто дать его на иксбоксе можно конечно поиграть самый первый ниндзя гайда но прикол в том что поддержка иксбокса на 360 она неполноценна и в какой-то момент игра может тупо дальше не идти или какие-то баги или вылеты или еще чего-то потому что иксбокс обычная оригинал на 360 нестабильно запускается поэтому блин не гамбита нельзя купить на ее мое вот поэтому я решил не рисковать когда получается можно пойти поиграть на эмуляторы на ниндзя гайда на эмулятор иксбокса оригинального он плохо идет там баги и прочее аначе тогда надо наверное идти в версию для playstation 3 но блин это надо побираться на авито три части покупать не знаю еще ачивки онлайн которые теперь не выбьешь и это три коробки место будет занимать а тут анонсировали ремастер и в итоге три игры на одном диске одна коробочка обновленный графон да там нету бубс физикс то что ты геймпадом трясешь и трясется все у женских чаров но однако в общем самую современную версию я решил выбрать потому что мне так проще не надо на авито с тысячами людьми пересекаться и искать не дешевле если я захочу выбить платину и убить свое время предпровождение вне стримов и прочее этого лучше делать для ps4 потому что на плейке 3 не собрать их из-за онлайн плюс графен да и нормальные люди уже десять тысяч прохождения записали тарах версии как-то так ведь я не знаю что там кринжова такого в ремастера ремастере типа я читал рейтинг по моему про сравнение версии и тому у каждого свои защитники единого мнения какого-то нету о том на чем лучше играть а в этом плане блин там же прикол не в этом я не играл в 5 дал май край ну например 3 дал май край там же тоже по сути коридора да там есть некий замок но некоторые локации тебе к ним доступ закрыт и вот это вот все но при этом дал май край супер крутой несмотря на линейные локации есть платформеры без развилок который не является теми же метро едва не имя ну типа хозяин у меня нету так сказать меня коридорные игры в принципе устраивает кроме 13 финалки там коридора пошли явно не на пользу ей блин можно подкачаться и попробовать кстати охоту выполнить раз мне есть пенелла теперь плюс я и выучу ой слушать а он крепкий присылал там футбол не обязателен ну да 10 финалка есть такое что она линейная но у нее прикол в том что когда ты доходишь до последней локации плюс-минус ты можешь ну у тебя начинается открываться по бочке можешь открыть дополнительные айонов ты можешь из она линейно до последнего данжу потом эти открываются возможности переформить секретки найти совершенно оружие собрать квест выполнять и прочее прочее у меня такой прикол не с домашних консолей я не помню что там было я там про кашку вполне себе понятно то есть у тебя представьте играешь в настольную игру и для того чтобы но каждая клетка это плюс стат или умение или еще что-то и ты просто типа передвигаешься от клетки по клетке и заполняешь ячейки используя определенные предметы то есть если там шарик с силой то надо использовать камень сил чтобы он заполнился из по сути это как настольная игра которую который тоже заполни все клеточки пройтись вот и поначалу прокачка типа она каждая персонажа своя но поскольку вот это вот карта она едина для всех персонажи они ограничены своими зонами ну как сказать ой сложно типо у тебя есть карта как настольных играх просто каждого человека свой сектор и он на нем начинает и ты передвигаешься по этому сектору заполняешь тем самым мапы ну прокачиваешь становишься сильнее потом в какой-то момент появляется предметы в виде ключей который позволяет тебе пройти в сектору другого персонажа и в итоге ты в чужом секторе учишь его же обилки прочее я надеюсь я объясню типа в чем это как это прокачка выглядит в итоге под конец игры есть там много зарабатывал очков чтобы продвигаться по вот этой доске хотя все персонажи будут одинаковыми статами с одинаковыми умениями и абсолютно копией друг другу не знаю но мне в принципе нормальный десяток минут прокачка единственное мне не нравится то что все персонажи они становятся одинаковыми в итоге ты выбираешь по принципу у кого самый сильный супер удар ну или кто тебе больше нравится визуально что-то но это другая часть стыни ну кстати блин не знаю почему показалось 10 феналка запутанной но в плане боевой системы мне кажется восьмая куда запутанней вот там ее реально надо это вдумать понять потому что абы что творить там не получится рано или поздно будешь игру ругать не понимаю почему это так слаб а когда поймешь по боевую систему 8 финал ты понимаешь что не все так и сложно было на самом-то деле хотя чем мне не понравилась прокачка шокераст мне не нравится то что персонажи становятся одинаковым по статам в итоге и вот эта вот вся тема на ком количеством покоится одинаковым количеством атаки фармить камешки ну не знаю мне их всегда хватало мне не было дефицита то есть я на это не ругался а потом когда уже захочешь всех чаров сделать ультимативными а можно бус через арену монстров и 40 штук за одну битву формить в лучшем случае плохом случае 20 gf пропустить не прошиву и кульзакотла нет но остальных суммонов да можно пропустить но они как бы в других частях не все обязательны 4 можно пропустить то что некоторые в виде предметов дропается из монстров а-ля бомба гоблин и еще какая-то просто в 10 финалке я бы не сказал что блин не знаю мне хватало предметов единственно там дефиците это точно сфера которую удачу поднимают но рано или поздно тебе их дают то есть ну блин не знаю как ты играл но я скажу за себя у меня такого не было да меня зовут джин чего тебе надобно масса я сказал чтобы я возвращался в деревню а тут может возникнуть проблемка дай-ка подумать ногам моим лучше уже а нет точнее может быть ногам лучше стало нет похоже нет все еще болит и исполкнулся убегая от монстров и наверное растянула мышцу я не могу сделать ни одного солнечного камня мне всего один оставался я бы закончил на сегодня я поэтому не хотел возвращаться не решил подождать пока ноги не станет лучше отдохнуть и попытаться вновь а зачем вы меня искали объяснить ситуацию касательно сейчас итак вам нужен солнечный камень но раз самосу и не против то я вам дам камень тьмы но я не уверен что я могу еще ходить но вы есть сами можете превратить его в солнечный камень не волнуйтесь я все объясню ведь знаете то что мы используем камни тьмы мы и темные кристаллы для создания солнечных камней у вас у вас есть камень тьмы как и темные кристаллы вы найдете их по всей равнинам гизы этот камень один из маленьких и побольше кристаллов в них внутри что-то есть и не поглощая солнечные светы сияет очень ярко за что это о чем убери вон видишь если ты отнесешь камень тьмы он берет себя энергия и сияющего камня и вот четыре сияющих темных кристаллов в равнину другие сейчас если ты не можешь их найти тогда просто мы загляни ну смотри на горизонте никогда не сказать сколько много энергии ты из одного кристалла можешь вытащить пока не попробуешь из всех четырех тебе тебе точно не понадобятся а когда чеешь пока сколько энергии поглотил камень тьмы а смех подарил это а когда он будет полон тебя будет солнечный камень как только было сделано принеси его ко мне я проверю что все как надо я отмечу темные креста нашей карте возвращайтесь когда закончите вот касательно персонажей блин там да мне тоже многие они нравятся но там есть персонаж который мне импонирует визуально характером типа цели прикольно наблюдать это реку которая алферка которая начали игры в костюме потом она без не уходит в 10 2 и дам запах и еще у нее оружие это два клинка по одному в руку это вообще пушка если бы я был бы персонажем же рпг я бы носился с двумя клинками как дебил и умер бы наверно первом я не успел убежать упс блин вот автосейв это на такое я по сути начну с экран на котором я умер в оригинале такого не было это не весело блин я чувствую себя ущемленным ладно квиксейлы есть и бог с ним наверное не буду начинать с деревни самой пожалуй да даже если бы стрелки они все равно довольно мощные да да давай вывода чили блин кстати сегодня попробовал сосательные конфеты от ермолина и вот что забавно там есть вкус со вкусом тархуны то самое смешное сосательная конфета действительно со вкусом тархуны и открыть чего я как бы прямо что тархун это трава и прочее но довольно забавно что сосательные конфеты при вкус газировки да есть со вкусом кока-кола конфеты сосательные а типа комон сосательные конфеты со вкусом тархана чего не за хей не видел может быть они существуют какого-нибудь не знаю где но может быть где-нибудь и есть вот здесь охота должна быть дал маски вестерни мне наверно еще рано этими охотами ведь я пока не буду идти туда блин или попробовать что и если я правильно помню то что я помню это не очень хорошая идея дойти я могу помнить неправильно сложно а еще кстати 10 финалки есть псевдо продолжение псевдо спин-офф это last mission который уходил в японии на ps2 а потом ее угримастера засунули который мистери данжен стайл довольно прикольная тема и там тоже есть реку так что до некоторых персонажей в 10 финалки раздражают но некоторые тащат дизайном для меня по крайней мере один чар уж так точно и него есть прикольные геймплейные продолжению 10 часть другой вопрос касательно сюжета конечно но все-таки я что вылезла змей и гейси все эти забавного в конференте легия писал же письме которую не понятно черт пойми от кого но при этом совпадение по адреса и фио вот в итоге вот тут утром пока я был на работе захотел получить но там написано неудачная попытка забрать было где обратился к поддержку они сказали что если вы письмо никакой не ждете лучше не берите она вернется тому кто отправлял еще секунду прокачки есть я и белую магию дал изучить потому что михил нужен блин один из них большой код альфа гиены блин видите она чуть не умерла мне повезло на самом деле блин 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 вот блин 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 вот так все улучшает ремиди странные обилки однако мне не особо нравится этот класс если честно основываясь на факторе времени для всех врагов а че за фактор времени метание гилл мэджик кстати а стегает полезно меня не хватает мне про так ты шел хочу про так сила ну а там срез затрат был на заклинание и и забавно что какой-то монстр на себя кастует протект какой-то соу песен как бы монстр но как бы знает магию мудрый монстр получает она прочим бывает мастер которые могут закинания боевые используют что я удивляюсь это удивлял факт типа что монстр использует магию это как что за предел на него я просто дурак это же нормально нет ничего из ряда он ухо я ищу и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Итак, вот что произошло. Масаи всегда предупреждает нас держаться от оборотней. Ну а мы с ребятами решили некое состязание устроить. Кто же храбрее? Сначала все было лишь забавой, однако тот сказал, что никто из детей, живущих на равнине, не должен бояться монстров. И вот я, похоже, увлекся. Так, пожалуйста, не рассказывай взрослым, ладно? Итак, похоже, с ногой теперь у меня все нормально. Дайте я же возвращаться в деревню. Ну, я побежал. Прогадай, я не помню, что там было с мобами. Джин вернулся домой целым и невредимым. Он хороший мальчик, но вечно в своих мыслях. Он никогда не думает о том, что я за него переживаю. Простите, если он доставил вам неприятности, и, пожалуйста, возьмите это в качестве моей благодарности. Джин ведь дал вам солнечные камни, но я надеюсь, он... Поможет вам? В шин... Нет, в мегаметан сейф первом, кстати, были мобы, которые могут использовать скиллы и которые твои уровень украдут навсегда. И так тебе надо будет заново фармить. Это просто... Такое развлекало. Фармишь, фармишь, натыкаешься на моба, бац, минус три уровня такой. Ээээ... Угу. Насуется к этому, надо успевать качать их доводить детей. Ну, в романте к саге во второй, а там было генеалогическое... Ну, как генеалогическое древо. Там прикол в том, что тебе надо пройти игру за 20 поколений. То есть, ты играешь первым поколением, они достигают потолка в развитии. В итоге, ты убиваешь главного героя, и, типа, идет его ребенок сражаться уже следующее поколение, которое, конечно же, лучше предыдущего. И, в итоге, ну, ты опять достигаешь потолка, опять умираешь, и качаешь следующее поколение, и должен игру за 20 пройти. Она там супер нелинейная, супер запутанная, и вот это вот все. То есть, как бы, система старения, она, как бы, не новая. Она была сильно поражена, потому что она есть в Визардере, который является данж-кроулером, в которой должно, как бы, быть не особо много запары, но и при этом является одной из самых первых РПГ. Ну, плюс-минус, одна из самых первых. И, жесть, типа, такой момент там. Это круто. В плане механики. Ну, про Венус я не помню такой игры. Ой, слушайте, лучше убегать. Вот что я понял. Да, романсинг-сага, вторая часть. Про первую и третью еще сказать не могу. Не играл, не проходил. Ну, да, я читал книгу... Ну, как, я начинал читать книгу про западные РПГ, или про становление жанра. Там было изученная книжка на... энтузиазме люди писали. И там писали про самое первое РПГ на Платоне. Это такая пека была для обучения. И там все желто-оранжевое на экране. И там сплошь и рядом были вот эти данж-краулеры. с разными механиками и прочее. Это да. Это потом уже пришло другое понимание, что можно персонаж сверху показать сбоку. Я просто как-то... Я понимаю, что данж-кроллер... Не, не пущу. Просто... Как-то объяснить. Визор 2 я был поражен тому, ну, как и первому Dragon Quest. То, что тогда люди думали о... геймплее. И он уже тогда, в некоторых играх, был столь разнообразным и внезапным. Что-то такое... Ну, ты думал, что жанр развивался поэтапно и прочее. И ты такой думаешь, ну, блин, вот я играю в Альдармс 3, у вас босса 13 фаз. Или сколько там, не помню уже. Такой, ну да. А вот, наверное, раньше, когда эпоху Неса все было, наверное, проще было. Там у всех боссов по одной форме было. Запускаешь первый Dragon Quest, а там у вас босса две формы. И ты такой, да, в смысле? Уже тогда? И вот с Визору Дреа, типа, система старения? Уже тогда? То есть... Да, меня подобные вещи очень сильно удивляют. То, что в старых играх иногда могут чем придумать такое, что есть в современном, хотя, казалось бы, что у людей нет опыта в геймдеве или еще в чем-то, и они не могут широко мыслить и какие-то ограничения и так далее, но нет. Это я вот к чему про старость и визорды. С другой стороны, черпала ДНД, а ДНД это настолки, и типа, а в ДНД есть возраст, но как бы да. С другой стороны, если так подумать, в настолках старость, я в Monopoly только играл, а тут такие механики, жесть. Ну, в общем, да. Когда ты не историк и не искусствовед, или как-то правильно назвать, играю в старое что-то, ты можешь удивиться чему-то. к чему-то простому довольно. Я по низу, по-моему, хотел, да? Блин, я бы пушку хотел. Пока не буду тратить очки. Старфилд. Блин, ну я такого... Я такие игры не знаю. Блин, я бы, кстати, вместе с вами бы почитал бы на самом деле... книгу про РПГ и так и далее, но мне кажется, у меня за авторские права забанят. А учитывая то, что меня один раз банили на 7 суток, я не хочу повторно быть забаненным, но уже на месяц. А там у меня уже не будет совсем права на ошибку, меня забанят пермачу, мне что-то вообще неохот. Вот. Можно было бы на Гудгейме, наверное, книжки эти почитать, полистать, на ютубе ролики посмотреть, касательно тех РПГ, которые там упоминаются. Ну, типа, запись, а записи, я обычно заливаю куда-нибудь. Понадля, но... 89-го, почти текстовая. Ммм... Ну, блин, читать слух такое себе. То есть, это мне надо вне стрима прочитать, найти тезисы, а потом вам ее пересказывать и подемонстрировать ролики, если это делать на Твиче. Так-то можно почитать книгу эту на Гудгейме, а потом залить эту запись в ВК, например. Но я не знаю... Ну, типа, блин, это выжирает время, все упирается в фактор времени, мне вот слишком мало. Эй, Ван, мы ведь давно вместе чем-то не занимались, уж слишком давно. Я хорошо время провела. Ну, мне нужно возвращаться в магазин. Вообще-то, я должна была присмотреть за магазином в отсутствии Мигеля. Кстати, Ван, постарайся ни во что не вляпывать. Ладно, ради меня хотя бы. Я не знаю, что бы я делала, не будь тебя рядом или что-нибудь случилось с тобой. Я никуда не уйду. Это я и хотел как раз услышать. Ну что ж, еще пока. И за ней панел таким пользуешься. Да, кстати, есть такое. В общем, да, планов, как всегда, у меня дофига, а время нифига и если как-нибудь, я не знаю, наберется очень много народа, которые захотят, чтобы я читал книжки, я с радостью могу сделать на Good Game и том же, потом записи в контакт залива для тех, кто стрим пропустил, и тем самым бы поизучали, почитали книгу на английском про RPG. Ох, ой, точнее, охо, у тебя камень, он, ну, солнечный камень. Ну, давай-ка мне его сюда, и я воспользуюсь им для того, чтобы вернуть магию камню полумесяца, как и было обещано. Ты наверняка ведь хочешь узнать, как пробраться во дворе. Сначала иди в пятый склад, две двери там. No right. Правой приведет ванн-истребителя ку-крыс в охотничьему годе на дне канализации. Но тогда ты не пойдешь следу и в левой двери и попадешь в воды какие-то. Водные пути ведут к лестнице, а лестница приведет к погребу во дворце. Так ты туда и попадешь. однако ну не думал, что все так просто. Попал во дворец это самое простое. Ход в сокровищницу скрыто в глаз. И вот тогда тебе понадобится камень полумесяц. Его магия способна открыть вход в сокровищницу. ты все с ним сигнал. Печай жаждет силы солнечного камня чтобы осветить путь суши ванна. в этом что очень важно. Когда будешь во дворце, там найдешь плитку с печатью. дай силу солнца и она светит тебе путь. Ну что ж, Ах, предупреждение. Остерегайся, чтобы тебя не схватили, иначе проведешь остаток жизни своей короткой задачении. Смотри, в оба и не беги туда, куда ты не готов. А то у тебя вечно привычка нестись сломя голову и вечно нет металл фразеологизм был, я запутался. Как я не люблю скроличь текст эти бесконечные, которые нельзя остановить. Так, по-правому не, а там я читал, там прикол в том, что физики издавали, им принадлежат права, и они запрещают коммерческое использование. А стримы это частично коммерческое использование, как мне кажется. Поэтому они не дадут разрешения книгу демонстрировать тоже. И типа отряды эти шестой на месте, они стоят, имперцы еще ничего не заметили. Ну так пойдем по тропе остальные ночью мы ночью мы что? Ну, я соблечен до наступления ночью все люди должны быть на позиции. Они показывали картинки книги на такое. О, фига себе байт. короче, я не хочу даже пытаться с этими правилами твича, потому что они дерзкие и резкие и мало ли могут за что-то лишний раз нороваться я не хочу. Я уже один раз нарвался. Виноват, признаю ошибки, но как бы да. Поэтому я знаю. Если кто-то захочет и народно берется, то могу и книжки почитать на годгейме там раз в недельку, пару страничек и в итоге 200 страниц могу месяц читать. Эй, ванна. Наконец-то разобрался, как открыть двери с левой стороны. Надеюсь, там есть что-то помимо крыс. Я хотел, что сперва пошел ты, поэтому я подожду. Пока ты не придешь. Ой, поэтому я подождал, пока ты... Поэтому я ждал, пока ты не придешь, перед тем, как открыть эту дверь. Ну и еще одна из причин, по которой я ожидал. Мне нужны особые инструменты, чтобы открыть эту дверь. Мне нужно, чтобы ты их принес. Знаю, знаю. Не самая интересная работенка. Да ладно, просто шучу. У меня уже все под рукою. Просто подожди, пока я ее открою. Так, так. должно это сработать. Ах, ух. Открыто. Для исследования места доступны, чуть не забыл. Возьми это перед тем, как уйти. всякое может пригодиться внизу. Ой, я опять один буду, кстати, бегать. перед тем, Продолжение следует... 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 после этих разговоров о старении однако ламинеги, а ты тут, кстати? у меня возник вопрос кстати попал в 12 финалке прикольная была система тем, что кажется, что ты играешь в онлайн игру, но на самом деле она синглплеерная это довольно прикольный опыт, мощный как драгонс догма и еще что-то не помню что а, хак очевидно же констаньеты вроде бы а, хак а, хак мне походу полушин надо будет использовать блин мне всегда забавляла вот эта прическа ванны потому что спины кажется как будто бы что не но с моделькой непонятно а вот это квадратная голова с рпс-1 блин заново полоска заполняется блин мало хп блин а там и у меня другу 37 помощь ну а чё я жалею экономлю и 37 паушу это очень много на размахи Музыка 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 Давайте со стил начнем Музыка 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 Это опасно. Так, есть индучок. Аэромод, это, по-моему, предмет, который аэродака стоит. Ну, по названию, судя по всему, да. У меня есть боевой предмет. Магический. Блин, тут, наверное, имеет смысл хвосты те же крысины продать. Зачем они мне нужны? Плюс деньги там. Может, пушки откроются на базаре. А пушка второго уровня лицензии будет хороша. Большой урон, чем от кинжала. И вот это вот всё. Мне кажется, какой-то смысл в этом есть. Да, здесь нужно, ну, здесь нужно покупать магию. Здесь нужно покупать гамбиты. Ну, это система настроек поведения персонажей, которыми, ну, чтобы не управлять ими вручную. Потом снаряжение. А вот техники я не знаю, не помню, надо ли их покупать или нет. А вот это будет. А вот это будет. А вот это будет. Не, техники на доске ты изучаешь, тратя очки. А покупаешь, это когда ты тратишь деньги. А, техники на доске. Всё, я понял. Это ответ уже на мой вопрос. Надо ли покупать техники. Ответ техники на доске. Всё, спасибо. Точно. Я же эти доски сам изучал. Дворец должен быть вверх по этим постепеням. Забраться. Будет тяжко выбраться. Готов ли я к этому сейчас или никогда? Блин, а там ещё дворцовый переворот походу. Мутится и вертится. Любопытненько. Я в детстве, кстати, за английского вообще не понял, о чём сюжет был. Наконец-то я узнаю, что тут персонажи делали. Хе-хе-хе-хе. Так. Насколько мне известно, здесь будут четыре сундука, которые не надо трогать для того, чтобы получить супер крутое оружие потом. Угу. Карту получили. Ок. О, где даже предупреждаю. что может быть вы лучше все сделаете на новом слоте потому что выбраться отсюда тяжелом я не буду я чё тряпка что ли люди и они вела тебя рядом тебя нанялись но специально для сегодняшнего вершинство это должен ждать его лестнице вниз по горидору в конце а вот эти звуки короче нельзя трогать чтобы оружие получить во время проходит но время прошло когда королевский дом благоу хал курс пейнтер придворный художник курс пейнтер художник придворный художник даровал 2 две печати королева один был ястреба другой же было льва и они обе стали официальными печатями нашего королевства королю они нравились он расположил их в холле дворца и в итоге ты можешь увидеть эти печати выгравированы в полу видел ли ты пару честь нового консола мне надо работать если так и задуматься скачаю по параду в честь жених бы принцессы аши я надеюсь что праздник скоро закончится ведь я хотел бы кое-что увидеть на верхнем этаже блин кстати вайбы девятой финалки наверное там пробрались мы в замок александрии самом начале а здесь мы пробрались в замок раба на стрим вы собрали всех сотрудников хорошо вы будете убираться когда закончится первым видите здесь пока мы не позовем вас никому не идти наверх пока мы не обладим приказ сделайте шаг и вас покарают когда я сказал своему другу что я могу пишет с вами этим утром она завидовала и думала на тем как сюда проникнуть да как будто бы она могла у него получилось что-нибудь я думаю что я смогу увидеть лорда вейна однако не заставляет у меня убираться это ведь не очень я походил по дворцу немного множество интересных вещей здесь и стражи следят чтобы ничего не прикасался выбирать за первым остались подожди здесь пока я не дам указания тебе что он делает пытается проникнуть наверх пытаешься пробраться ведь наверх как знал а не знаю это голоден я не веню тебя пустой желудок меня тоже заставляет прорваться на пир но не пытайся вскрываю короче не нет не скрываю этого гляди сюда я под соблю тебе и так нажми короче чем сделать чтобы вызвать стражу я задержу его когда он подойдет ну а ты хранить не на лестнице если вы с ним или да если подальше к нему слишком близко он обязательно тебя заметит ну давай попробую ну вот он твой шанс иди при лол прикольно забавный момент ой так что там говорил о старых дала и чё жаждет силу солнечного камня чтобы осветить путь закрыты облаками потом ведь был еще кое-что когда вышел дворце найдешь печать плитку с печатью это и силу солнца и она светит путь тебе похоже мне надо найти печать а как пищать искать аündго что там 7 г купи пусть с она а мне надо льва найти блин я что бред какой-то дозел сложно я как бы в ловушке а все я понял где ошибся ой золото ноут леды а ну а это где сердце он сияет на табличке скрытый пусть зажжем а наверно этого сюда нам позвать логично все довольно просто стоп а где здесь а вон так секретно проходим мы позаботились а где же это сокровище и осторожней ну полагаю вы промене так много это подразительно выглядящая дверь а стена точнее и похоже на стену что же включать но это ведь невидимый блок смысле я считаю это был нечестным укушите рычаги которые не рычаги там делает блин ощущение как будто он волос укладывает ван о камень солнце да отличное выступление кто ты я главный герой стоящую магицит теперь я его возьму не я его нашел она моим а после того как я заберу это у тебя на станет моим брелал тот магициты которые это что финал к употреблялись выход закрыт боги не улыбается нам и мне так больше нравится божественный маги цит а Продолжение следует... Я просто взял и ушел Полоска из зоны Проигрыш был Что происходит? О, Ифрит? Вот это выход Преосходно выбрали момент Если бы узнал, то подумал, что они ждали Времи, Ифрит, это корабль лошадь Прикольно Стой Там тупик У тебя есть то, что принадлежит мне Там еще Вперед Лол Тоже Шевеливайся Отпусти меня Отдай вещи, и я отпущу А нет, там, наверное, другое что-то было с видом Про что происходит Не знаю Не слушаете меня Сейчас не время на это И... Черт Что произошло? Наш фобер не просто упал Усломался Да забудьте об этом Даже если он мог летать Ифрит играет с огнем Я бы не хотел бы обжечься Мы пойдем старым путем А... Там, где... Откуда ты Родом Не так ведь Много Вьеры Да, вор? И я ван Извините Но фран Особенная И она Снизошла до партнерства с человеком Это не... Ну и не такая уж я и особенная, поскольку... Ну, чем какой-то воздушный пират Который бродит по канализациям Пираты? Вы воздушные пираты? Значит, у вас есть воздушный корабль Балтье Послушай, вора, ванна Если хочешь увидеть новый дом свой Делай то, что говорю Я, Фран И ты Мы будем работать отныне вместе Все ли ты понял? Ну, так не думаю, что ты заполучил Даже мыслях не было О! Балтьеры Прэмerapисоединились Ох а я за счет пульжа могу бафать себе я я ванну пушку дам даже покупать не пришлось блин я ему даггер не могу экипировать чё делать будем и и и и и и я хотел бы кое в чем убедиться пока мы не двинем дальше как я и думал от ведь не так много знаешь эти гамбит系 слушай внимательно я не буду повторяться Каждый комбит Ты можешь объединить с одним действием Для этого действия, например Ты можешь использовать лечение На тех союзников, в которых ХП упало меньше 50% Стало, точнее Конечно, на шок обсуждения А, но ошибешься И можешь делать так, что Союзники будут бить Твоего друга Если у тебя есть голова на плечах То Оно Будет достаточно Понятно Боюсь, нужно более сложное объяснение Это экран гамбитов Каждому гамбиту нужно выбрать действие и цель Позвольте показать Ты начнешь с изменения действий одного из моего гамбитов В общем, когда союзника будет больно, я кину в него зелье Здорово Конечно, надо убедиться в том, что у тебя есть запас зелий Теперь давай касательно цели Теперь я использую зелье, когда союзника ХП упал, ну, стал меньше 70% И так можно к умениям привязывать Цель у меня так просты Ты можешь новый покупать в магазине гамбитов Однако это не все Ты также можешь ставить приоритет гамбитов В нем ли? Ой, да Гамбиты в первом сладе всегда в приоритете И даже если ХП начнет падать Пока рядом враги, я буду лишь атаковать За что мне могут подвергнуть критике? В общем, надо ставить правильный приоритет Перед тем, как атаковать Можно отключать гамбиты Однако гамбиты не будут полезны, если будут отключены Ты можешь становить три гамбита каждому участнику команды В зависимости от ситуации или настроения Например, разбить пару черепов Останавливать В общем, не бойся экспериментировать с гамбитами Скажем, прожитым днем мир находит новые и Ну, замечательный способ убить человека Ну, в общем, расслабься, если врага Ой, монстры встречи, они будут какие-то гамбиты а-ля атаковать врагов ближайших Если будет монстр с ядом, поставить гамбит напротив яда Ой, сложно-то как Ладно, я вроде понял Блин, подожди, а у вас в них магия изначально никакой, да? А, не, у Фран есть, ура А, лейте ее у меня куплено А она без лицензии не может, да, ее использовать, видите? Я запутался А, папа, я не знаю В общем, я знаю о понижение резист кстати есть у лучника темной магии использует на врага блин почти как машинист но отклинания другие блин давайте болтьера сделаем черным магом франц все таки лучница наверное не техники тоже надо кстати покупать что он получен серый таким копейщицу ну кстати можно да кстати ламинаги а ты читал те книги по rpg которые кидал имеет ли смысл их на гудгейме читать на стрим так сказать youtube и прочее ну блин я боюсь ну да разбитал мага смысла делать нету потому что и так переизбыток мага у меня будет белый маг и темный маг это нафиг надо вдаль метод за в до чуть до тех воды до 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 Продолжение следует... Не очень все поверхностно. Блин, жаль. О, я знаю, я... Кое-какому чару вот это дам учить. Ну-ка, а что там у копеечицы? В плане амбилок. Солуито. Блин, эти абилки, они какие-то очень странные на самом деле. У этих классов. И я же по идее должен между досками правильно переключаться. Томная магия у нее еще. Блин, какие странные доски, однако. Ой, ладно, пускай будет. Копеечицы. Где техника ревайв? Мол, хп тратит, чтобы союзника воскресить. А, вот он ревайв. Томная магия. Копеечицы. 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 так наверное имеет смысл засейвится Возвращаем mxp до нуля, но при этом бафает силу магического атаку до на 1 это уменьшает количество mp до нуля, но бафает магический резист интересно я, кстати, забыл гамбит на хил поставить бля гамбит блин, подождите, а как это работает? что я за нее могу использовать кьюру если у нее нет лицензии на нее я вот это немного не понимаю почему у белого мага должна быть лицензия на кьюру а у них не должна быть лицензия на кьюру как это работает? работает я не совсем понимаю а, но здесь кьюру недоступен значит, это просто особенность фран так мятежники, похоже, не хотели воспользоваться недостатком охраны во время пира чтобы угостить консула чтобы угостить консула с талью однако я думаю что Вейн был привык к такому гостеприимству довольно умно но я не могу как на ошибку чтобы подпустить их как можно ближе а потом их убил отличный кровавый банкет если к ночи нас ждет темница то лучше бы чтобы было не можно приодеться блин, сейчас будет куча диалогов и сюжета мне надо помочь потому что у кого-то руки не стало места в общем, да на сегодня то получается это все хотя я бы еще минут 20 бы точно посидел вот увидимся с 12 финалкой и завтра получается будем выбираться из замка так сказать вот в общем всем удачи